Большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург продолжается в эфире программа Полезная консультация Виталий Вячеславович, скажите, по состоянию ног можно ли судить о здоровье человека? Или это показатель опрятности? Отчасти ноги, как и другие части тела, играют роль в нашей жизни Ноги тоже понятие очень комплексное Тут и покровные ткани, кожа, клетчатка, мышцы, связки, кости Что может быть важнее ног? Очень важно А вы как врач, что скажете? Мы заботимся о своем лице, о густоте волос Когда приходят к вам пациенты, что можете сказать? Люди вообще заботятся о своих ногах? Уделяют должное внимание этой части тела? Надо отдать должное нашим посетителям и пациентам, что они уделяют внимание Особенно представители прекрасного пола Этой части здоровья, этой части тела и этой части эстетической медицины Хотя, конечно, есть очевидный перекос в пользу лица Лицо все-таки паспорт Человека Этой и других нагрузок Какие чаще всего возникают проблемы? Самые разнообразные Вот хотелось бы сказать, что красота Мы же о красивых ногах сегодня говорим Красота ног все-таки это проблема в первую очередь, наверное, медицинская То есть здоровье И оно связано с нагрузкой Нагрузка ежедневная Нагрузка очень разноплановая У кого-то статические нагрузки У кого-то динамические У кого-то, наоборот, гиподинамия Но нагрузка в этой связи возникает на сосудистую систему То есть она первая подвержена То есть нагрузка в виде, например, нарушения венозного оттока И как следствие уже какие-то проявления Как патологические, так и внешние эстетические недостатки Вот давайте перечислим основные тогда эстетические дефекты Которые портят внешний вид наших ног Ну, первое, что мне приходит в голову, это целлюлит Ну, со стороны косметолога или клиники косметологии Конечно, акцент на внешние покровы ткани нижних конечностей, ног Конечно, наши пациентки в большей степени Озабочены проблемой так называемого целлюлита Так называемого, потому что в медицине называют эту проблему геноидной липодистрофией Вот такое вот обидное, оскорбительное название Потому что считается почему-то в медицине, в науке Что у мужчин таких проявлений липодистрофии, как целлюлит, не бывает Хотя, ну, у мужчин бывают другие проявления Бывают, но реже Бывают другие проявления, да Целлюлит, еще что у нас есть? Отечность, да, Нави? Отечность является следствием нарушения как венозного, то есть кровооттока То есть нарушения кровообращения, так и нарушения лимфооттока Лимфодренажной системы нижних конечностей Поскольку лимфодренажная система человеческого тела Основана в значительной степени на эффекте самостоятельного течения жидкости Нет сердца, которое гоняет лимфу по телу Лимфа – это межклеточная жидкость И у лиц, которые часто находятся в статическом состоянии У которых гиподинамия, нарушается лимфоотток и как следствие отечность Подкожной клетчатки нижних конечностей Что, в свою очередь, уже влечет за собой какие-то другие неприятные В том числе и не только эстетические, но и чисто медицинские проблемы Проблема может быть жировых ловушек Такое немножко условное название, закавыченное Когда мы говорим о том, что многие наши активные, спортивные мужчины и женщины Активно избавляются от излишков подкожной клетчатки То есть борются с ожирением, борются с гиподинамией Но при этом упорно остаются так называемые участки повышенного ожирения Которые не поддаются Это гормонозависимые, в том числе участки подкожной клетчатки И здесь на помощь уже приходят врачи То есть мы можем помочь технически, медикаментозно или даже хирургически устранить эти 635-85-72 Друзья, телефон прямого эфира Звоните к нам в эфир, задавайте свои вопросы нашему гостю Пока мы задаем свои вопросы Посмотрите, Виталий Вячеславович Мы сейчас перечислили с вами несколько таких эстетических дефектов Еще раз напомню, это целлюлит, отеки, жировые ловушки Также существует дряблая кожа, сеточки-звездочки на ногах И расширение вен, кто с ним не сталкивался Практически все вы назвали Давайте просто более подробно Мне бы хотелось начать с целлюлита Потому что такая распространенная эстетическая проблема Которая волнует, ну правда, очень много женщин Почему он возникает? Можно ли его победить? И что для этого необходимо? Несколько составляющих факторов Ну, во-первых, гормонозависимость жировой клетчатки То есть все-таки эта проблема в большей степени присуща женщинам Увеличение ее объема на фоне нарушения растяжимости перегородок В которой находятся соединительные тканные перегородки Которые находятся внутри клетчатки Организуют так называемый скелет этой клетчатки Чтобы она не была у нас рыхлой Чтобы у нас жир не стекал свободно под действием гравитации вниз Вся клетчатка организована Держится такой каркас Да, организована, есть каркас И вот каркас этот, он в большей степени представлен коллагеном То есть жесткими, грубыми, нерастяжимыми волокнами белковыми Нарушение трофики питания тканей В том числе под кожей жировой клетчатки Ну, трофика и питание, это в первую очередь кровообращение Ну, также и нарушение лимфооттока Приводит к огрубению, если так можно выразиться, вот этих волокон Перегородки становятся менее растяжимыми И даже незначительное увеличение объема жира подкожного на этом фоне Приводит к нарушению рельефа поверхности кожи То есть втяжение, да, вот этот вот рисунок Целлюлит, да, клетки вот эти вот формируются на поверхности кожи В общем-то это не болезнь Это состояние с одной стороны нормы Но с другой стороны, это проявление каких-то уже начальных признаков трофических нарушений А как с ним работать, как с ним бороться? Питание клетчатки Соответственно, зная причину, мы знаем, как с ним бороться Если основная причина это нарушение трофики тканей То мы должны влиять на питание тканей, на улучшение кровообращения, лимфооттока Для этого у нас существуют аппаратные методики, массаж, медикаментозные методики А как выяснить вот эту причину? То есть надо ряд анализов сдать, либо это по результатам осмотра становится? В общем-то причина целлюлита известная, я их назвал Это и определенные генетические факторы, и наследственные, и гендерные, и гормонозависимость И увеличение объема клетчатки А вот самое важное для нас на этапе диагностики Это отдифференцировать норму от патологии То есть мы можем бороться только с эстетической проблемой И улучшать внешний вид кожи, ног и питание тканей, кровообращение Или мы должны все-таки заподозрить какую-то, может быть, патологию Например, патологию кровообращения, венозного оттока И тогда здесь в дело уже вступают наши коллеги-флебологи Мы же, косметологи, занимаемся эстетической проблемой То есть мы боремся с внешними проявлениями, вот этими недостатками, как многие считают Без каких-то патологических изменений, но вполне себе медицинским способом Виталий Вячеславович, возвращаясь к целлюлиту Сейчас очень популярен антицеллюлитный массаж Вот что вы скажете любительницам этой процедуры? Насколько он эффективен и не нанесет ли он, наоборот, большего вреда? Методика не новая, методика давно знакомая Антицеллюлитный массаж – это один из самых активных, если не сказать, агрессивных видов массажа Говорят, очень болезненный Достаточно болезненный, потому что сам принцип его заключается в том, чтобы механически разламывать, разминать вот эти вот жесткие соединительно-тканные перегородки И таким образом выравнивать рельеф, но при этом даже бывают какие-то последствия в виде синяков, например В общем-то, это один из методов, нельзя отрицать его эффективность Но, может быть, не самый на сегодняшний день комфортный Гораздо проще сегодня выполнить вибровакуум-терапию аппаратную, которая комфортная и на нее ходит с удовольствием Но эффект достигается практически такой же, если не лучше Потому что в отличие от антицеллюлитного массажа вибровакуум-терапии еще и лимфодренаж нормализует То есть разминает клетчатку, делает более эластичным соединительно-тканные перегородки Выравнивает рельеф, нормализует кровообращение и лимфоотток Мне кажется, что одна из распространенных проблем – это проблема с сосудами Например, сосудистые сеточки, звездочки, почему они возникают на ногах, о чем они свидетельствуют И могут ли они сами проходить, и что с ними опять же Опять дифференциальная диагностика, возвращаемся к принципу «не навреди» То есть мы должны отделить четко эти самые сосудистые сеточки Являются ли проявлением венозной недостаточности и, например, начальной фазы варикозной болезни Или это проявления, связанные, например, с временным нарушением венозного оттока Часто у женщин бывает после беременности, после родов Вследствие временного, но долговременного на протяжении нескольких месяцев нарушения венозного оттока Организм компенсаторно компенсирует дефицит этого оттока И пытается выстроить запасную систему оттока Но это не всегда эффективно и проявляется формированием новых сосудов Расширенных поверхностных сосудов, которые называют телеангиэктазией Сосудистые сеточки, ретикулярные вены, если говорить правильно Это сосуды мелкого калибра Они принимают малое участие непосредственно в кровообращении поверхностных тканей Но доставляют массу неприятностей эмоциональных, психологических Поэтому прелесть, извините за выражение, проблема в том, что она легко решается То есть на сегодняшний день существует большое количество методик Которые позволяют с минимальной инвазивностью или вообще неинвазивно избавить наших пациентов От поверхностных расширенных сосудов кожи Важно, еще раз повторюсь, дифференцировать на начальном этапе Нет ли здесь проблемы, требующие лечения именно венозными Ну, к примеру, если с венами все в порядке, это чисто косметический дефект То есть сам, я понимаю, он не пройдет Сосуды, да, организм научился компенсаторно вырабатывать недостающие структуры сосудистые Но, как правило, обратному развитию это не подвергается То есть тут уже требуется вмешательство А вот существует такой в интернете миф, что если начнешь убирать сосудистую сеточку Она в другом месте будет больше появляться Это правда или нет? Ну, скорее, не правда все-таки Парадокс в том, что вот эти самые компенсаторно выработавшиеся дополнительные или лишние, если так можно сказать, сосуды К сожалению, имеют очень малую роль непосредственно в кровообращении То есть они создают дополнительный бассейн, то есть тот объем, в котором кровь задерживается, застаивается Формируется венозный застой в поверхностных отделах кожи И это даже приводит к нарушению питания То есть удаляя излишние сосуды, расширенные, мы в какой-то степени можем даже способствовать ускорению кровотока и улучшению кровообращения Так что нет, не думаю, что это вредно Миф развеян Дряблая кожа Что это? Почему она появляется? И можно ли вернуть первозданный вид кожи, которая стала дряблая? Ну, еще не совсем мы можем остановить время Мы уже близки к этому, но все-таки оно идет И естественные процессы дистрофии тканей, всех тканей человеческого организма Они у каждого индивидуума на протяжении жизни происходят С разными темпами, с разной скоростью, с разными внешними проявлениями Если говорить о старении, качестве кожи нижних конечностей То здесь, конечно, это тоже следствие нарушения питания, кровообращения и лимфооттока То есть мы вынуждены возвращаться к тому, что мы должны перманентно Устранять не из леса, а причину Увоздействовать, да, на улучшение питания тканей Как с помощью аппаратных методик, нормализующих кровообращение и лимфоотток Так с помощью инъекционных мезопроцедур, которые вносят питательные вещества в кожу И ряда других аппаратных процедур Например, так называемого условно-радиочастотного электромагнитного воздействия высокой частоты Когда мы с помощью тепловой энергии усиливаем кровооток Активируем собственные клетки на выработку необходимых веществ коллагена, гиалуроновой кислоты Что приводит к улучшению качества кожи и ее внешнему улучшению внешнего вида А вот расширение вен, насколько эта проблема, она стоит особняком То есть мы понимаем, что это прям может быть серьезная проблема Которая даже требует операционного вмешания И какие есть современные, скажем, методы лечения, щадящие наиболее? Да, когда мы говорим о венах, мы в первую очередь все-таки подразумеваем крупные сосуды Магистральные, то есть которые, в отличие от тех расширенных сосудистых сеточек поверхностных Играют роль значительную в кровообращении Собственно, жизненно важные, они участвуют в питании, в оттоке Да, и когда речь идет о расширении, это, в общем-то, тоже, ну, это проявление, как правило, варикозной болезни Если эти расширения поверхностные, их можно визуально определить под кожей, эти расширенные вены Потому что часто бывают расширенные сосуды, глубоко находящиеся Которые только с помощью методов ультразвуковой диагностики Да, сканирование можно верифицировать Наши специалисты-диагносты также определяют скорость кровотока, состоятельность венозных клапанов В общем-то, то, о чем спросил Тимофей, это уже скорее проявление все-таки варикозной болезни И здесь речь идет о выявлении степени выраженности И далее определение способа устранения Ну, как правило, наши коллеги-флебологи прибегают сейчас все-таки стараются к минимально инвазивным методикам Это эндовазальная лазерная коагуляция сосудов Это различные виды склеротерапии или так называемый клеевой, когда сосуд коагулируется изнутри Или склеивается с помощью специальных медицинских клеев Вот эти методики позволяют неоперационно, несостоятельный сосуд ликвидировать В случае, если такие методики неэффективны, конечно, последним методом резерва остается хирургическое лечение Здравствуйте, меня зовут Алла У меня, значит, подпай на подошве ног, значит, у пальцев такая утолщение Ну, это старая кожа, она меня не так волнует А посредине этой кожи возникает такой шарик всегда маленький Вот, я после того, как распарю, его выковырю А через некоторое время он опять вырастает Что это? Шарик, прямо наступаешь и больно Типа как чуть-чуть больше, чем пшено Вопрос понятен Вопрос понятен, спасибо Ну, вот нас телезритель обратил к здоровью кожи Да, мы говорим о красоте ног, а какая красота ног без здоровой кожи И, в общем-то, то, о чем нам рассказали Ну, тут, может быть, несколько вариантов На самом деле, может быть, и просто амазолилось, то есть роговение Ну, связанное, например, с нарушением строения стопы И натиранием кожи, да, вследствие ходьбы, например, да Или какой-то деятельности активной Ну, и часто бывают новообразования, в том числе вирусного происхождения Подошвенные бородавки В общем-то, это тоже здоровье ног, это тоже красота, конечно Конечно, есть такое отдельное направление, как патология Но есть обычная стандартная дерматология В рамках которой мы должны бороться с какими-то проявлениями Я думаю, что это устранимое явление Тут нужно обратиться к специалисту на прием Потому что без осмотра точный диагноз невозможно Президать необходимые анализы Да, конечно Спасибо вам за звонок Друзья, еще раз напомню 635-85-72, телефон прямого эфира Ну, а мы продолжаем говорить о таких эстетических дефектах Которые могут быть на наших ногах Отеки Вот мы вскоре сказали, давайте поговорим Все-таки, что приводит к отекам И действительно их можно убрать с помощью косметологии Много факторов приводит к отекам Начиная от самых различных внутренних заболеваний Например, нарушений кровообращения Среди сосудистой системы Болезни почек Но если говорить применительно к нижним конечностям И к локальным проблемам обратиться, вернуться То, скорее всего, все-таки это нарушение лимфооттока И несостоятельность лимфатических сосудов По которым жидкость оттекает от нижних конечностей Нарушение венозного оттока Венозная недостаточность Возможно, несостоятельность частичная клапанов вен Поэтому бороться с отеками нужно путем улучшения Лимфооттока и кровообращения Всеми теми методами, о которых мы поговорили Здравствуйте, меня зовут Ирина Виталий Вячеславович, будьте добры Такой вопрос Я слышала, что на здоровье В частности, на нижних конечностях Когда ярко выражены вены Как бы уже выпирают, выпуклые Нельзя поднимать тяжести То есть это один из факторов риска Но что делать, если моя работа связана С постоянным ношением малышей То есть я работаю с маленькими детками Это все время на ногах И постоянно я их поднимаю И скорее всего в ближайшие 10 лет Я от этой работы не откажусь Вот скажите, пожалуйста Может быть возможно как-то Минимизировать вот эти негативные последствия Профессиональной деятельности Спасибо большое за ваш вопрос Спасибо, вопрос очень сформулирован Четко, понятно И очень распространенная проблема Когда мы имеем какие-то болезни Которые препятствуют выполнению Глободневных Жизненных функций Не только на работе Многие мамы постоянно носят ребенка в руках И сталкиваются с проблемами Да, ну ответ конечно простой Что болезни можно и нужно лечить То есть задача здесь нашего телезрителя Все-таки не затягивать ситуацию А в первую очередь пройти необходимые Диагностические исследования То есть проверить состоятельность Венозного оттока С помощью ультразвукового сканирующего исследования Да, и определить степень выраженности болезни И дальше уже специалист в данном случае Я думаю, что это флеболог все-таки Он сформирует рекомендации Которые Обращу на это внимание Не просто эстетически Исправят ситуацию Но именно нормализуют кровообращение Нижних конечностей И помогут выполнять работу с детьми Такую благородную и приятную Виталий Вячеславович, мы с вами уже обрисовали Скажем, довольно широкий круг проблем А давайте вот проведем такой сравнительный анализ Небольшой методик, которыми мы с ними можем бороться Да, это лазерная терапия Прессотерапия LPG массаж RF лифтинг Мезотерапия Нитевые методики Вот в чем преимущество конкретного метода И на что стоит обратить внимание нашим зрителям? Вот все названные актуальны, они в ходу Если так можно выразиться, в работе, да Это повседневные методики, которые используются нами Для устранения эстетических и не только эстетических проблем нижних конечностей Ну, если мы говорим о лазерной терапии То в первую очередь это лазерное удаление поверхностных сосудов Через кожное, не инвазивное То есть без проколов Поверхностные дефекты мы можем скоагулировать сосудистые С помощью сосудистого лазера Лазер также применяется эндовазально То есть внутрисосудистый И это уже речь о сосудах большого калибра В том числе применяется это в лечении в рикозной болезни Если говорить об РФ, так называемом, радиочастотном Ну, об электромагнитном излучении высокой частоты РФ-лифтинг Это процедура, направленная в первую очередь на активацию трофики питания в коже Коже и подкожной клетчатке То есть она поможет бороться Как с устранением дряблости кожи, так и с целлюлитом Прессотерапия Вот вы упомянули замечательный метод Направленный на формирование дозированного определенного давления В различных поверхностных слоях кожи Как нижних конечностей, так и всего тела Способствующего максимальному лимфоотоку и венозному оттоку И в комплексной терапии Венозной недостаточности отеков Играет большую роль А кроме того, очень комфортная процедура После которой хочется просто летать Серьезно? Которая делает ноги очень легкими Мезотерапия Мезотерапия питания тканей с помощью инъекционного введения А также с помощью введения специальных препаратов Их называют липолитики Которые способствуют рассасыванию жировой клетчатки И вводятся в так называемые жировые ловушки Вот для наших спортсменов, которые борются Мы можем вам помочь избавиться от этих жировых ловушек То есть реально этот метод работает? Абсолютно Ну а если не работает в полной мере, у нас всегда есть комбинация методов То есть мы используем как комплексную, так и монотерапию Мы можем или политики вводить жировые ловушки Мы можем устранять их с помощью радиочастотного лифтинга Глубокого проникновения То есть тут у нас Ну, к примеру, если мезотерапия, которая питает кожу Улучшает ее внешний вид, состояние Сколько нужно проводить процедуры? Как часто ее нужно делать? И вот, к примеру, сейчас зима Это время для таких процедур? Вполне, вполне Тем более, что зимой и весной мы готовимся к сезону открытых ног Вполне можно делать К тому же зимой все-таки есть еще и холод в России Который несколько все-таки нарушает кровообращение У нас не принято сейчас носить теплое белье Зачастую, да, все в джинсах бегают по улице зимой И, в общем-то, сосуды суживаются И это нарушение трофики и питания тканей Тут нужно помогать организму, бесспорно Мезотерапия делается регулярно То есть это процедуры курсовые Но они в зависимости от выбора препаратов Вот цели применяются или раз в неделю, или раз в две недели Или, например, раз в месяц Если речь о препаратах, которые способствуют уменьшению объема жировой клетчатки То они вводятся подкожно редко Примерно раз в месяц Если мы говорим о препаратах, направленных на улучшение качества кожи То такие используются один раз в неделю или раз в две недели Это поверхностное инъекционное введение Которое проводится под небольшим поверхностным обезболиванием Вполне комфортно, переносимо и легко выполняется Некоторые люди боятся, что если они начнут такую процедуру, как мезотерапия Потом у организма будет необходимость в ней постоянно То есть возникнет привыкание Ну, это вопрос уже почти философский Это концепция старения и концепция борьбы со старением Да, мы исходим из того, что улучшая питание и трофику тканей Помогая организму в поддержании функции и состояния клеток кожи, например Подкожной клетчатки и других тканей организма Мы никак не можем его состарить и ухудшить его состояние Мы помогаем ему Лучше сохраненные ткани, питание, кровообращение, микроциркуляция, лимфоток В которых нормализованы Они и сами функционируют нормально То есть клетки вырабатывают необходимые вещества Сосуды сосудистые укрепляются Это профилактирует болезни, например, тоже варикозную болезнь А вот говоря о варикозе, если вкратце мы поговорим о безоперационных методиках Которые существуют сегодня Я знаю, это склеротерапия, ЭВЛК, флебогриф Что о них можно сказать? Это комбинации различных методов Точнее, это различные методы удаления сосудов Как поверхностных, которые исключительно эстетическими недостатками являются Так и глубоких расширенных вен Все они в ходу Это малые инвазивные методики То есть мы здесь говорим о практически не хирургическом, а консервативном удалении вен Современная медицина позволяет Современная флебология Конечно, хотелось бы, чтобы на эти вопросы отвечал флеболог Но я знаю, что эндовазальная лазерная коагуляция Это склеивание, облитерация, коагуляция сосуда изнутри с помощью лазера Склеротерапия — это применение склерозантов Оно применяется в сосудах малого калибра И это больше для устранения поверхностных сосудиков Веносилфлебогриф — это комбинированные методики, основанные на применении склерозантов Клеев специальных сосудистых И могут позволять склеивать, устранять сосуды более крупного калибра В любом случае есть альтернативные методики хирургические Но количество операций, я думаю, мои коллеги-флебологи это подтвердят Все время уменьшается, потому что вот такие малоинвазивные методы все более эффективны Виталий Вячеславов, спасибо вам огромное Надеюсь, наши зрители выбрали для себя необходимую методику Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Виталий Вячеславович Тарасов Сегодня в нашей студии обсуждали здоровье наших ног Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...